Уважаемые коллеги, разрешите начать наш сегодняшний диалог в таком очень непривычном режиме. И на самом деле в течение этих трёх месяцев много что по-другому открылось для нас, для всех, и в профессиональном сообществе, и в нас самих на самом деле, и среди наших коллег, и наших пациентов. И я, наверное, уже даже привыкли к онлайн-режиму взаимодействия, но, конечно, ничто не заменит возможности встретиться, поговорить, посмотреть друг к другу, глаза друг к другу, и главное, иметь возможность пожать руки профессионалам, пожать руки коллегам, которые работают с нашими пациентами, которые складывают свои силы в развитии палиативной помощи, в развитии онкологической службы. Я онколог по образованию, я специалист по палиативной помощи, и поэтому вопросы палиативной помощи в онкологии, они понятны, они, я не знаю, ты прочувствовал их своим сердцем, и учащись в ординатуре, и в аспирантуре, и дальше в профессиональной деятельности. Мы чётко понимаем, что проблемы палиативной помощи онкологическим больным, даже находясь на 4А уровне, мы ещё сохраняем. А 4А уровень — это уровень, который говорит о серьёзных накоплениях, накоплениях различных ресурсов для того, чтобы сделать последний шаг и быть на уровне развития этого вида помощи наравне с европейскими странами, с странами и Австралией, и Канадой. Это те страны, которые за последние десятилетия так развернули палиативную помощь, что грустно смотреть и понимать, что с одной стороны грустно, а с другой стороны понимаешь, куда идти и понимаешь, что нужно ещё делать. Дело в том, что за последние 10 лет палиативная помощь в стране активно развивалась. Но если говорить о палиативной помощи в онкологии, к сожалению, коллеги, она не изменилась практически за последние 5 лет ни в амбулаторной, ни в стационарном ключе, ни в ключе изменения доступности в специализированной помощи. И это наш серьёзный шаг, который мы должны сделать. Основными целями сегодняшнего моего доклада будет разговор о необходимости интеграции палиативной медицинской помощи в специализированное лечение для того, чтобы улучшить продолжительность жизни и качество жизни наших пациентов. Если говорить о тех шагах, которые сделала палиативная помощь в стране, то нельзя говорить, что мы только сейчас стали развиваться. Эти ресурсы, которые мы имеем, они накапливаются уже десятки лет. И впервые в 90-х годах было открытие первых хосписов. Это организации, которые ориентировались только на помощь онкологическим больным в конце жизни. И это очень логичный и правильный этап развития палиативной помощи, помощь умирающим онкологическим больным. И здесь колыбелью развития хосписной помощи в стране был, конечно, Санкт-Петербург, Андрей Владимирович Гнездилов, Питер, хоспис в Лахте. Хоспис, который первым принял в стране онкологических больных в терминальной стадии своего состояния, в терминальной стадии своего заболевания. И далее, буквально в течение 20 лет, именно хосписная служба и палиативная онкологическая служба на базе онкологических диспансеров открывались палиативные онкологические отделения, которых сейчас практически чуть меньше 2000 коек в стране, которые по данным мониторинга и по данным статистике предоставляются как койки онкологические, палиативные. Это и койки в Белгородской области, в Брянской области, в Смоленской области. Это койки, которые есть в Крыму, в Астрахани, в Татарстане, в Чувашии, в Новгородской области, в Санкт-Петербурге, в Калмыкии, в Челябинской области. Это большая армия медицинских работников, которые заблудятся, помогают онкологическим больным и не только стационарно, но и в амбулаторном ключе, например, как в Татарстане. И онкологические палиативные койки зачастую не имеют роли хосписной, терминальной помощи. А в некоторых местах, например, в Татарстане, она больше интегрирована в систему специализированной палиативной медицины, то есть специализированной помощи онкологическим больным. Но, коллеги, к сожалению, в течение последних пяти лет ни одна койка онкологическая не произошел прирост в онкологической службе и не произошло существенных изменений, как я уже сказала выше. Начиная с 2012 года в стране активно развивалась палиативная помощь, накапливались ресурсы, но для неонкобольных. Сейчас мы говорим об акценте помощи на дому, выездными структурными подразделениями. Мы понимаем, что только в стационарных организациях оказать качественную, доступную и достойную помощь невозможно. Поэтому мы говорим о помощи в амбулаторных условиях. И в 2019 году у нас произошли серьезнейшие изменения. Уже два года, три года страна получает дополнительное федеральное финансирование на развитие палиативной помощи, на закупку лекарственных препаратов, на закупку медицинских изделий. В 2019 году был создан Федеральный научно-практический центр палиативной помощи. Минздрава России на базе Сеченовского университета, целью которого являются организационно-методические мероприятия, организационно-методическая поддержка регионов и разработка вместе с регионами региональных программ. И в 2020 году, к сожалению, жизнь так сложилась, и ситуация, что мы не развиваем палиативную помощь, и мы этот год в нашей службе немножечко потеряли. В связи с пандемией, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, мы даже видим снижение коек палиативной помощи, уменьшение объемов работы выездными службами, но мы об этом еще сегодня немножечко будем говорить. Что же сейчас с палиативной медицинской помощью? Коллеги, мы видим серьезнейшие изменения, начиная с 2019 года, в связи с изменениями в федеральном законе 323 об охране здоровья граждан Российской Федерации. Мы говорим теперь о палиативной помощи не только как комплексе медицинских вмешательств, но и по факту подходе, который объединяет и медицинские, и психологические, и уходные, и, главное, меры социальной поддержки. Этот вид медицинской помощи сейчас должен оказываться совместно с волонтерскими организациями, с родственниками пациентов, с религиозными организациями. И еще важно, что палиативная помощь теперь делится на первичную и специализированную. И вот как раз первичная палиативная помощь и подходы палиативной помощи – это та цель, которая будет реализована в связи с интеграцией в специализированное лечение, в том числе в онкологическое. Уважаемые коллеги, серьезные изменения. Что же в итоге с изменением законодательства? Чем же в итоге является иными простыми словами палиативная помощь для наших пациентов и для профессионального сообщества? Первое, с чего мы и начали службу палиативной помощи – философия и принципы палиативной помощи неизменны, и они направлены на облегчение страданий граждан и на всех этапах медицинской помощи. Вот это данное изменение, благодаря которому мы можем говорить об интеграции. Где бы ни находился больной, помощь ему должна быть оказана в том объеме и в той актуальном, главной объеме, который необходим этому больному сейчас и здесь, где бы ни находился, по месту прописки, по месту регистрации, в гостях, в загородном доме или находился в хосписе или амбулаторно, ему должна быть оказана помощь в том объеме, чтобы и облегчить страдания, и улучшить качество жизни. И самое важное, коллеги, что все показатели работы служб написаны в программе государственных гарантий, выявлены, и это имеется законным правом любого гражданина, любого возраста, независимо от его местонахождения. Палиативная помощь не излечивает от заболевания. Палиативная помощь, с одной стороны, не является помощью только в конце жизни, а с другой стороны, благодаря улучшению качества жизни, попыткам адекватного балансирования между медицинскими вмешательствами, подходом, который продлевает жизнь, и подходами палиативными, мы на самом деле увеличиваем и продолжительность жизни, и качество жизни. За счет очень простых вещей, которые являются целью нашей помощи. Нормализация питания и сна, уменьшение боли, поддержка функциональной активности, поддержка функции организма, поддержка родственников, уменьшение стресса и тем самым улучшение качества жизни и добавление жизни к дням. На самом деле палиативная помощь — это не вопрос эвтаназии. Палиативная помощь действительно относится к умиранию как к естественному процессу, потому что, как бы мы ни хотели, это наша основная деятельность, мы общаемся с неизлечимыми больными и умирающими пациентами, и для нас это опция, для нас это норма, для нас это наш профильный пациент. И поддержка в виде психологических и духовных аспектов, коммуникации, поддержка родственников, обучение навыкам ухода, коллеги, это как раз то, что зачастую в большей степени интересует пациента и его родственников, когда мы встречаемся с серьёзными прогрессирующими заболеваниями. Очень бы мне хотелось обратить внимание на этот слайд, который говорит о том, что ранняя интеграция палиативной помощи, а главное — купирование тягостных симптомов и наблюдение за больным с метастатическим раком увеличивает продолжительность его жизни. На слайдах это прекрасно видно. А если говорить о привычном сейчас и уже вошедшем в жизнь электронном мире, электронном образе жизни, то в веб-мониторинге, электронной мониторинге симптомов, когда пациент может, находясь у себя дома, находясь без стресса общения с медицинским персоналом, у которого мало времени, у которого много дел, которые строго спрашивают, что же вас беспокоит, скажите сейчас, пациент выбирает самое острое или, возможно, то, что он думает, что врач может с чем справиться, не говоря о каких-то более мелких и, по его мнению, менее важных ситуациях в данный момент. Вопросы мониторинга электронного, когда пациент отвечает без ситуации стресса на вопросы и отмечает свою симптоматику, увеличивает выживаемость пациентов. Обратите внимание, пациенты в процессе химиотерапии, пациенты не терминальные, не онкологические, а пациенты, получающие специализированное лечение. Если у них есть возможность пожаловаться, отметить свои именно тягостные симптомы, и главное, это будет обратный ответ, эти симптомы будут корректироваться, мы видим статистически достоверное улучшение общей выживаемости среди пациентов с метастатическим раком в этой группе, когда есть мониторирование. Второе исследование. Веб-мониторинг с симптомом в рутинном наблюдении после лечения рака лёгких в двухлетнем выживании. Обратите внимание, насколько данные серьёзны и насколько это важно для как профессионального сообщества, так и для самих пациентов, учитывая, что наличие палеоативной помощи не всегда дорожает процесс, а зачастую процесс менее экономически, более выгоден. И сейчас мы об этом будем говорить. Данное исследование, проведённое в Гарвардской медицинской школе в Бостоне, это одно из первых исследований, который говорит о том, что ранняя интеграция палеоативной помощи для пациентов является эффективной для улучшения качества жизни, а главное увеличение выживаемости. Ещё исследование, которое говорит о очень интересном проекте, это двухнедельный контроль за симптомами, электронное мониторирование пациентов и, главное, поддержание функций и купирование симптомов. Пациенты после трансплантации клеток костного мозга, пациенты в течение двух недель получали поддерживающую терапию по сравнению с группой контроля. И сравнительный эффект палеоативной помощи, обратите внимание, красным цветом выделены эффект, статический достоверный эффект и по качеству жизни, и по уменьшению тревожности, и по уменьшению депрессии, и, главное, по уменьшению тягостных симптомов. Важно сказать, что на графиках видно трёхмесячные результаты после всего лишь двухнедельного контроля симптоматики. Обратите внимание, и качество жизни, и тревожности, и депрессии также остались в достаточно положительном тренде. Единственное, тягостные симптомы. Они, конечно, требуют постоянного контроля, и двухнедельного контроля не хватило, хотя, обратите внимание, всё равно эффективность лечения лучше. Таким образом, реализация интеграции палеоативной помощи в специализированную помощь сейчас возможно на уровне как первичной палеоативной медицинской помощи, так и специализированной палеоативной медицинской помощи на амбулаторном этапе, когда мы говорим о кабинетах, о выездных службах, на этапах дневных стационаров, на этапах стационарного лечения, когда помощь оказывается обученными специалистами, как медицинскими сёстрами, так и врачами, в междисциплинарной бригаде, включая и психолога, и специалистов, которые, риблитологов, и специалистов, которые могут поддержать и помочь пациенту для лечения его симптоматики. Таким образом, этот слайд неоднократно мы уже показывали, но мы его всё время модифицируем. В каком смысле? Обратите внимание, сейчас согласно как законодательству, так и всей нормативно-правовой базе не на уровне федерального закона, мы можем сейчас говорить о том, что в нормативно-правовом поле приативная помощь может быть реализована на уровне требований, на уровне определений Всемирной организации здравоохранения, интегрироваться в специализированное лечение, иметь социальные услуги, поддерживать пациентов психологически и духовно. И очень важным аспектом хотелось бы мне сказать о том, что в программе государственных гарантий, например, отмечена гарантированно гражданам помощь после смерти больного. Соответственно, меры поддержки семей пациентов и близких пациентов после утраты – это важный аспект гарантированной программы государственных гарантий. Два года мы говорим о… Впервые в 2018 году на онкофоруме «Белые ночи» мы представили вот эту модель галстук бабочки. Канадское исследование говорит о том, что в онкологии жизнеспособна и востребована именно интеграция помощи буквально с начала лечения вместе с поддерживающей терапией и далее к траектории помощи выходит или на этап реабилитации, или раздавается на этап помощи в конце жизни. Коллеги, именно в таком виде наша большая цель – интегрировать новый вид медицинской помощи в специализированное лечение онкологических пациентов. Сколько же больных нуждается в палеотивной помощи? По данным Минздрава, в Российской Федерации более миллиона пациентов нуждаются в палеотивной медицинской помощи как первичной, так и специализированной. И чуть более полумиллиона человек – это люди последнего года жизни, которые умирают в этом году и нуждаются в помощи специализированных палеотивных служб. И такое же количество, если не больше, это люди, которые не умирают в этом году и нуждаются в помощи первичной палеотивной медицинской. Мы вряд ли их даже увидим в службе выездной или в иных подразделениях, оказывающих специализированную медицинскую помощь. Пациентами с различными формами злокачественных наобразований – это пациенты, которые имеют право на оказание палеотивной медицинской помощи. Приказ 345, 5Н и 372Н Минздрава России 2019 года – это приказ, объединяющий два порядка оказания помощи взрослому населению и детям, положение об организации оказания помощи, которые не только говорят о стандартах оснащения, правилах работы, но и о правилах как межведовственного взаимодействия при оказании палеотивной медицинской помощи, в том числе онкологическим больным, так и определяют медицинские показания к оказанию палеотивной медицинской помощи взрослым. Уважаемые коллеги, обратите внимание, медицинские показания, утвержденные приказами Минздрава, делятся на общие и частные по группам заболеваний или состояний. К общим показаниям относятся ухудшение общего состояния, физической или когнитивной функции на фоне прогрессирования неизлечимого заболевания. Неблагоприятный прогноз развития заболеваний, несмотря на оптимальное проводимое специализированное лечение, снижение функциональной активности пациента, определенной с использованием шкал, потеря массы тела более чем на 10% за последние 6 месяцев. И всего лишь два или более медицинских показаний из общего перечня, общих медицинских показаний являются основанием для того, чтобы подумать и перейти к обсуждению с пациентами определенных нозологических групп. Если нас сейчас слышат онкологи, активно работающие онкологи, обратите внимание, вот эти первый пункт, все ли пациенты онкологические, именно терминальные, относятся к этой группе пациентов? Конечно, нет. Если говорить о частных показаниях по группам заболеваний и состояний, вот пункт 2, вы видите на слайде в верхней левом части экрана, это медицинские показания к оказанию палиативной помощи взрослым при различных формах злокачественных наобразований. Обратите внимание, наличие метастатических поражений при незначительном ответе на специализированное лечение или при наличии противопоказаний к его проведению, наличии метастатических поражений центральной нервной системы, лёгких. Обратите внимание, это большая часть наших больных и наличие боли и других тяжёлых проявлений. То есть мы говорим о том, что большая часть пациентов, которые ещё получают специализированное лечение, имеют медицинские показания к оказанию нашего вида медицинской помощи. В приказе определены и другие группы заболеваний. Сейчас я не буду на них останавливаться. Логично ли то, о чём мы говорили? Правильно ли то, что мы обсуждаем, что палеоативную помощь можно предложить пациентам и нужно предложить пациентам, имеющие те проявления, о которых я говорила выше? Вот этот слайд, мы прекрасно знаем, медианы выживаемости при метастатических опухолях различных форм. Мы понимаем, что выживаемость зачастую небольшая, но продолжаем специализированное лечение, естественно, пытаясь реализовать попытки продлить жизнь пациенту. Но если говорить о прогнозах и подтверждать медицинские показания, которые прописаны в приказе Минздрава России, хочу обратить ваше внимание. Посмотрите на слайд. Метастатический рак, мочевого пузыря, молочных желёз, плоскоклеточный рак шейки матки, колоректальный рак. Посмотрите медианы выживаемости. А большая часть пациентов, о которых мы говорим, представлена на слайде, это люди, которые проживут год и менее. И, соответственно, это люди, которые имеют и, возможно, имеют и болевой синдром, и другие тягостные симптомы, тревожность, беспокойство. Это пациенты, которые потеряют массу тела. Это пациенты, которые имеют снижение функциональной активности. И пациенты, которые имеют метастазы в центральную нервную систему, в лёгкие печени. Коллеги, это серьёзный аспект, о котором стоит говорить. И мы не обсуждаем прекращение специализированного лечения, ни в коем случае на фоне проводимого палиативного лечения. Если говорить о функциональной активности, и это практика онкологов, оценка состояния по шкале ЭКОК или по индексу Корновского, обратите внимание, третья, четвёртая стадия степени ЭКОК от одного до трёх месяцев выживаемость больных, медианы выживаемости. Индекс Корновского. Посмотрите, и мы видим этих больных зачастую на консилиумах. Мы ставим такой индекс больному. Значит, мы должны с вами понимать, что это полностью согласовывается и с медицинскими показаниями. И что важно, коллеги, согласовываются в том числе с рекомендациями АСКО на оказание помощи онкологическим пациентам в плане палиативной помощи. Зачем нужна палиативная помощь? Для того, чтобы улучшить качество жизни, уменьшить симптоматику. Очень важный аспект – это уменьшение агрессивного лечения пациента в конце жизни, когда междисциплинарная команда врачей-онкологов, врачей-химиотерапевтов, врачей палиативной помощи принимают общее решение в планировании дальнейшей тактики ведения больного, координирует пациента, обсуждает прогноз на лечение, прогноз на заболевание и, самое важное, обсуждает те возможности предоставления лечения, которые должны быть пациенту предоставлены. Приносит ли палиативная помощь вред больному? Ни одно исследование не говорит о том, достоверно, статистически, о том, что у пациента или уменьшается прогноз на жизнь, или уменьшается продолжительность жизни, или уменьшается надежда. На самом деле, надежда пациентов на излечение остаётся в той же степени, когда мы предлагаем ему поддержку и совместное ведение в месяцах в колобине. Очень важным аспектом для современного здравоохранения является снижение стоимости специализированного лечения при подключении палиативной помощи. Новые строгие рекомендации АСКО говорят о том, что каждому пациенту, рак которого прогрессирует и является метастатическим, стандартно должно быть предложено одновременно специализированное и палиативное лечение. И палиативная помощь должна быть начата в течение 8 недель с момента установления диагноза. Всего 2 месяца на подготовку к переходу к палиативному этапу. С этой целью необходимо реализовывать некую концепцию. Конечно, нужна периодичность наблюдения за пациентом. Исследования говорят о том, что это всего лишь час в месяц на одного больного для того, чтобы реализовать ему помощь и палиативную поддержку, и перевести на палиативную помощь, и направить к палиативным специалистам. Информирование, оценка симптомов и ведение пациентов. Если говорить о российской действительности, коллеги, первое, пациентам с злокачественными новообразованиями на поздней стадии, тем пациентам, о которых мы говорили выше, имеющими те медицинские показания, которые отмечены в приказах Здрава России, или имеющие индекс Корновского или ЭКОК в тех цифрах, о которых мы обсуждали, 3-4, то мы должны говорить о том, что пациенту в медицинской документации следует отметить, что он нуждается в палиативной медицинской помощи. На самом деле мы формулируем, что пациент нуждается в симптоматическом лечении по месту жительства. Это старая привычная для онкологов формулировка. Она, к сожалению, не даёт возможность пациенту получить палиативную медицинскую помощь. Поэтому мы просим вас обратить внимание на то, что в медицинской документации на данный момент актуально писать именно нуждается в палиативной медицинской помощи. И на дому, можно написать на дому или в стационарных условиях, вы, видя больного и зная его прогнозы, его симптоматику, должны это определить. И организовать возможность консультирования ещё в процессе специализированного лечения. Предложить пациенту эту помощь выездными службами, кабинетами палиативной помощи, проконсультировать главного внештатного специалиста, но этот вопрос должен будет подниматься и решаться. Определить маршрут больного при возникновении неотложных состояний. Зачастую выписывая пациентов с метастатическим раком, а домой под симптоматическое лечение, по месту жительства, пациенты не ориентированы на возможное развитие неотложных состояний и на свой маршрут в этом случае. Вопросы компрессии спинного мозга. Как манилиторить больного? На что обратить внимание пациенту и его семье? И какое лечение нужно начать принимать с первых часов возникновения первых симптомов компрессии спинного мозга, например. Анемия. Нутритивная поддержка. Если у пациента наложены дренажи, стомы, стенты, если у пациента выраженный болевой синдром, это те неотложные состояния, которые возникают практически у 100% пациентов онкологического профиля. И, к сожалению, люди ищут путей. И вот именно этот вопрос всегда усложняет помощь как палеотивную, так и работу онкологов. Люди не знают, куда идти. И анкетирование, они обращаются в фонды, они обращаются на горячие линии. Медицинские работники очень удивляются, когда происходит звонок с Москвы о каком-то обычном пациенте, родственник которого ищет возможности в интернете и находит горячую линию Федеральный Росздравнадзор или горячую линию фонда Вера или горячую линию других благотворительных фондов. И медицинские работники зачастую расстраиваются и даже обижаются на пациентов за то, что те выносят ссор из избы. Коллеги, нет информации, куда идти, поэтому люди идут на электронное интернет-пространство и находят то, что находят. Направлять на консультацию к специалистам. Любому пациенту, который имеет злокачественную солидную опухоль четвертой стадии, который имеет рак легкого, который имеет рак поджелудочной железы, который имеет метастатическое поражение центральной нервной системы, метастатическое поражение костей, ориентируйте на службу палеотивной помощи в их регионе. Если пациент имеет боль, тошноту, одышку, тревожность, хронические язвы, ориентируйте их на службу палеотивной помощи в их регионе. Какими способами возможно взаимодействие с пациентами и членами их семей? Во-первых, пациенту с злокачественной нервной должна быть оказана по месту его нахождения, помощь в лечении тягостных симптомов и в коррекции тех проявлений, о которых мы говорили выше. Медицинские сестры, социальные работники, посещение, телефонные консультации. Сейчас в условиях распространения коронавирусной инфекции мы видим, насколько дистантный облог на мониторинг за пациентом тоже эффективен. Исследование, которое говорит 2004 год, о том, как пациенты оценивали качество оказания помощи и самое высокое качество помощи полторы тысячи человек сказали, что отлично помощь оказывалась в хосписе. Обратите внимание, не в госпиталях, не на дому, не в специализированных койках или на сестринских койках, а именно в хосписных службах, когда пациенту проводили все вещи, о которых мы говорили выше, и подход был реализован. Боль – самая распространённая причина страдания онкологических больных, и мы сегодня будем во второй половине дня традиционно наша секция на белых ночах посвящена каким-то узким проблемам. Мы говорили о нутритивной поддержке, мы говорили о боли, и в этом сегодняшнем дне мы также будем говорить о боли и о лечении болевого синдрома в современных условиях. И, конечно, боль – самый частый симптом и самый тягостный симптом, который есть у наших пациентов. Но, коллеги, конечно, наши больные страдают и другой не менее тяжкой симптоматикой, и одышками, и отёками, и тревожностью. Мы сегодня будем говорить о суицидальном поведении пациентов, и мы понимаем, что это не только умирающие онкобольные, сострадающие болевым синдромом. Палиативная помощь – это помощь, которая направлена именно на поддержку пациентов, которые страдают. Для нашей ассоциации хосписной помощи в течение двух лет мы стали реализовывать проект российского научно-практического журнала «Палиум». Активными вдохновителями этого журнала являются Елена Владимировна Полевиченко и Гузарь Рафаиловна Абузарова. Огромное вам спасибо за вашу поддержку этого проекта. Сейчас журнал носит такую информационно-аналитическую научную деятельность, не ведёт. Мы обсуждаем направление взрослой, детской палиативной помощи, не отстаём от современных тенденций. В апреле 2020 года вышел специальный выпуск журнала «Палиум», посвящённый полностью ковид-инфекции и службе палиативной медицинской помощи. И журнал «Высоко оценим» Европейской ассоциации палиативной помощи мировым альянсом палиативной и хосписной помощи. И, уважаемые коллеги, я благодарна всей редколлегии и людям, которые участвуют в проекте. Мы рады, открыты. Ежеквартально выходит журнал, и мы предлагаем и для публикаций тоже его страницы. А если говорить о палиативной помощи и о лице, дело в том, что палиативная помощь всегда о пациенте. Палиативная помощь не может говориться просто о медицинском вмешательстве. Это наша философия, это наш профессиональный подход. Мы говорим о индивидуализации подхода и человека-пациента-ориентированности. Вот эта удивительная девушка, лисеоц, ей 26 лет, она не онкобольная, нет. Это пациентка, которая является профессиональным общественным деятелем, членом Ордена Британской империи. Она в своём блоге, на страницах журнала, на страницах своей странички в интернете говорит о том, что при распространении ковид-инфекции, при развитии пандемии, она чувствует себя уязвимой и понимает, что её жизнь не будет спасена, если она будет инфицирована. И я вам хочу сказать, что мы действительно видим серьёзные проблемы у наших пациентов. И, конечно, сейчас в условиях распространения ковид-инфекции все граждане страны, и не только париативные больные, являются в уязвимой позиции, но в более уязвимой, незащищённой, конечно, неизлечимы больные прогрессирующие пациенты. Буквально в случае вчерашнего дня пациент после травмы, пациент чуть более 50 лет, который в течение нескольких лет борется с... имеет палиативный статус, борется с проплегией, с пролежнями, ковид-инфицированный, естественно, попадает в больницу. Больница, конечно, не ориентирована на уход за пациентом и начинает прогрессирование этих пролежней. И самое важное, что та борьба, которую вела и Люси, и этот пациент, она как будто нивелируется. Действительно, мы понимаем, что наши пациенты сейчас и гастролизируются не в первую очередь, и на дому в первую очередь. И на самом деле это серьёзное испытание, которые мы... потери и приобретения, от которого мы посчитаем ещё, и будем понимать это не сегодня. Но я хочу вас обратить внимание на то, что и умирающие пациенты, и их семьи, и очень глубоко пожилые пациенты тоже хотят жить, и хотят жить качественно. И им помощь тоже должна оказываться. И мы, конечно, с вами эту помощь людям оказываем. Основным нашим мессенджем, основным нашим призывом сегодняшнего дня будет именно облегчение симптомов пациентов в любом их состоянии, и главное, что в любом месте, где они находятся, или в больнице, или на дому. И именно облегчение симптоматики и поддержка психологическая, духовная, социальная – это та комплексная помощь, которая необходима как профессиональному сообществу, так и медицинским сотрудникам палиативной службы, в частности, пациентам, их семьям. И, наверное, это всё, что я сегодня хотела вам сказать, коллеги. Субтитры создавал DimaTorzok